Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и в гостях у нас известный актер Андрей Мезликин. Здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, начнем с самого, наверное, фильма, который мне больше всех нравится, «Добрецкая крепость». Что с тобой? Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Но сегодня война начнется в 4 часа. За эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Такой фундаментальный фильм. И очень похож, как будто бы его снимали не 2 года назад, а как будто бы его снимали в советское прошлое. Есть такое ощущение? Ну, отчасти оно и снималось по канонам советского кино. И той компанией людей, которая также относится и к самой истории, и с такой же любовью она относится к истории нашего Отечества. И тем более таким трагическим событиям, как Великой Отечественной войны. И плюс еще то, что съемки происходили непосредственно в музее, даже не в музее, а в крепости героев. И нам разрешили снимать непосредственно в стенах, где и происходили эти трагические события. Это не могло, скажем так, не вдохновить и отчасти где-то еще более серьезно и ответственно отнестись к созданию этого фильма. Такое ощущение, что после фильма вся близкая крепость должна была быть разрушена, потому что там много взрывов. Полностью воссоздана атмосфера этих боев. Как мне сказал Игорь Угольников, что ничего не пострадало. Это так? Да, потому что у нас был действительно величайший художник-постановщик, как раз еще воспитанник той советской школы, который создал трехуровневую декорацию. Это когда было построено, ну, как бы, это же не секрет, что крепость-то разрушена. Так мы его создали сначала, сделали промежуточный этап, где она полуразрушена, и потом уже, как она и на сегодняшний день. Поэтому мы снимали сначала крепость, когда она в первозданном виде, первые бомбардировки, потом к середине фильма разобрали часть декорации, уже показано, как она разрушается, ну и финал фильма. Очень много снято фильмов о войне. Ну, вот почему люди к этой теме возвращаются постоянно? Любой кинематографист задается, о какой истории он хотел бы рассказать. В первую очередь, он сам когда-то был зрителем, он сам вырос на каких-то фильмах, он является гражданином какого-то общества, какой-то страны. И понимая, что найти путь к сердцу зрителя, нужна тема, которая была бы понятна практически каждому жителю. А у нас таких тем раз-два и общался. Тех, которые вот так начинаешь говорить, а, я знаю, о чем идет речь. И вот Великая Отечественная война, это еще, слава богу, наша общая история, которая близка. Много снимается телевизионных фильмов, а там, как правило, качество уходит далеко на задний план. Вот, я все-таки размышляю о тех фильмах, которые, ну, можем говорить как о таком взрослом кино. А таких фильмов у нас не так много, как нам кажется. Вот, я знаю, вы снялись еще в фильме «Единичка». И «Утомленное солнце» тоже там немножко поучаствовал. По большому счету, все военные фильмы-то за последние 7-8 лет, если учесть, что Брестская крепость на 2008 год, уже практически скоро 10 лет будет. Андрей, как думаешь, почему именно вот тебя берут на главную роль в таких вот патриотических фильмах? Вот, например, с Брестской крепости было все очень просто. Игорь Угольников сам это рассказывает. Они, когда с режиссером Александром Котом размышляли на тему кастинга, ну, подбора актеров, были ключевые персонажи, которые сохранили и фамилии героев, которые действительно были защитниками Брестской крепости. И в сценарий вошли именно они под своим именем, под своей фамилией и брались в сценарий только те факты, доказательства которых было двух, трех и более очевидцев. То есть то, что является исторической правдой, о которой мы можем говорить как о реконструкции. И поэтому, например, Андрей Митрофанович Кижеватова, который я играл, он полностью описан так, как это было на самом деле. И тогда Игорь Угольников с Александром Котом подумали, что, может быть, искать актеров тогда подходящее более-менее даже под фотографическое сходство. И вот так появилась моя кандидатура, что есть какие-то общие черты, общий образ, который бы, да, соответствовал. Также был и Паша Деревянко, и также Коршунов, который вот играл Гаврилов. Это были приблизительно портретные какие-то такие совпадения. Так что мне повезло, что вот я был утвержден на эту картину. Ну, действительно, как бы я сыграл ни в одной, ни в одном военном фильме. Почему так происходит, будет, не знаю. Ну, отчасти это происходит от того, что, ну, кто-то посмотрел, допустим, вдохновился фильм, там, допустим, тот же «Брестская крепость», конечно же, создавая то или иное свое следующее военное полотно. Ну, хочется брать уже какие-то вещи, которые уже как бы будут стопроцентны. Вот, и сейчас приведешь молодого актера, это неплохо и нехорошо, это я без, просто рассуждаю, говорю, нужно рассказывать, нужно вводить в курс дела. Я сижу в окопах, в том же фильме «Единичка», и слушаю, как на чистом сливочном масле ребята, которые играют массовку, ну, не массовку там какие-то, они рассуждают тихонечко, негромко о том, что какая же все-таки эта идеология вранье в советском, что они нам пытаются рассказать, что они воевались и в кирзовых сапогах. Они не верят, у них так, ноги болели в этих сапогах, настолько было холодно в эти ноябрьские ночи. Ну, они просто еще не знают того, что были портянки. Конечно, они на носки надели эти вот стопканные кирзовые сапоги. И вот как этим людям объяснить? Они вот на полном серьезе размышляют, что это все их обманывают. Андрей, а вот вообще играть героя, образ положительный, наверное, все-таки приятнее? Легче сыграть отрицательную роль, потому что отрицательный человек — это, как правило, человек действия. То есть его делают отрицательные поступки, которые он совершает, или слова, которые он говорит. Это, по большому счету, несложенно. Раз, и образ готов. И чем более ты радикально это делаешь, тем больше образ у тебя становится ярким и запоминающимся. Играть положительный герой тяжело. У него в устах только правда. У него в устах, а она скучна. Она не красноречива. Его делают тоже те же поступки, но поступки не... То есть это, вот скажу даже, наверное, такую крамольную вещь, это даже скучно играть хорошего, правильного человека. Потому что у него нет той палитры, которая там в герое, которая показывает просто целый диапазон своего грехопадения. А человечество изобрело на этом поприще очень достаточно много ярких красок. Я знаю, что ты посмотрел «Частное пионерское 2» и согласился бесплатно принять участие в «Частном пионерском 3», чтобы поддержать этот проект. Да, это действительно так, потому что я являюсь поклонником всей этой темы и вообще идеи возрождения детского, детско-юношеского кино, подросткового кино, даже можно так сказать. И когда я посмотрел картины, потому что это происходит еще не кустарно, а на самом высшем, хорошем кинетографическом уровне и качестве. Особенно вторая часть просто меня повернула в такой эмоциональный бурлеск. Я там, ну, я и смеялся, и даже ржал где-то местами, то есть гомерически, потому что если ты размираешься в советском пионерском прошлом, то для тебя это просто фонтан удовольствия. Я не смог сдержать своих слов, подошел к Володе Есину, продюсеру картины, и говорю, Володя, конечно, я вас поздравляю. И тогда он мне рассказал некие печальные события создания картин, как это не просто тяжело. И я ему так сказал, говорю, я от себя могу вот просто вот говорить, найдете там хоть что-то. Вот для меня это честь быть вашим другом, и, допустим, если вы позовете в какую-нибудь вашу картину, где смог бы вам доказать не словами, а делом свое, значит, вам теплое отношение. И вот прошло полгода, и Володя говорит, Андрей, я все помню, давай вот в августе есть один съемочный день, нашли мы тебе персонажа. Большая ответственность все-таки актера за ту роль, потому что люди ведь искренне доверяют вашему персонажу. Кино, слава богу, еще имеет эту магию, воздействовать на человека, и по большому счету это величайшая ответственность перед кинематографистами. И жалко, что об этом редко говорится, на самом деле это величайшая, потому что формирование мнений идет только через визуальные вот такие продукты, как кино, мультфильмы, телевизионные продукции. Я знаю, что многие страны, Китай, Белоруссия, Узбекистан, они строго запрещают импортные сайты в такой направленности фривольной или разрушающей государственность. Не только сайт, все, все касается телевидения, интернет, это просто уже как бы целое направление телевидения, которое уже даже перекрыло еще больше. И я бы такой попрял, они не то что запрещают, нет, они охраняют свой рынок. И с точки зрения производства тех же самых кинопродукций, визуальной продукции, музыкальной продукции, как только они откроют эти границы, это же все хлынет туда, собственное станет никому не нужным. Я к чему говорю? Да, но государство заботится о своем народе, о своей культуре, о своей истории, о своих традициях. И тогда государство живо, оно держится только на этих трех китах. И понимает, что как только один из этих столпов рухнет, все, у них нет ни государства, ни общества, нет ничего, ни народа, который там был бы, допустим, общим. Андрей, спасибо огромное за вашу позицию, спасибо за фильмы, особенно спасибо за Брестскую крепость, за единичку, за частное пионерское, за фильм «Училка». Я думаю, я еще, может быть, не все фильмы... Ну, я пользуюсь то, что я нахожусь на трибуне и слушает нас большое количество людей, я думаю, что, может быть, это как-то тщеславно, но тем не менее, скажу. Вот я хотел проанонсировать картину этого года, свежую, фильм «Зеленая карета». Вот если кому-то будет любопытно посмотреть, я вообще для себя считаю, что за 15 лет в этой профессии, для меня это вот пока мой хороший пик, хорошая вершина. Это лучшее, наверное, что Господь подобил мне, вот просто подарил такую невероятную роль интересную. И фильм получился такой, что, я думаю, он помимо того, что он у нас скоротает вечер, развлечет, он все-таки и меняет человека. И фильм воздействует на меня, и полезен будет, особенно отца, пускай эта интрига будет, особенно отца. Фильм впервые снят для родителей и особенно для пап. Андрей, еще раз спасибо, что тебе удается не только, не просто выживать в этом мире, а творить доброе, светлое, вечное и успехов тебе в твоей карьере. И стараться участвовать только в тех проектах, за которыми тебе будет не стыдно. Спасибо огромное. Это непросто, но спасибо за пожелание. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok